всем привет с вами иван жданов и передача военное положение новая неделя новые события на войне и вокруг нее давайте анализировать и разбираться в том что происходило на фронте чем заняты украинские войска куда отступили российские части обязательно поставьте лайк поделитесь этим видео мы начинаем мы на этой неделе видели завершение масштабного наступления в харьковской области и сначала казалось что позиция стабилизировались по берегу рек оскол и северский донец но как мы вскоре увидели ненадолго прежде всего всу переправились через северский донец и атаковали лиман вместе с другими населенными пунктами поблизости вот лиман как раз находится здесь перебрались через северский донец и заняли вот этот важный плацдарм в том числе сегодня мы получили информацию об освобождении села дебровная как раз чуть восточней концу в сау переправились и через реку оскол сразу в нескольких местах давайте смотреть это на другой карте вот она река оскол вот купинск и восточная часть купинска тоже была освобождена вот здесь вот находится населенный пункт рубцы и вот здесь вот баровая то есть все переправы возможные переправы через реку оскол были освобождены украинскими войсками и даже сообщалось вот что где-то даже с севернее было освобождено несколько населенных пунктов или один населенный пункт но это непроверенная информация тем временем в освобожденном изюме давайте еще скажу что важно что теперь вот лиман он как раз находится и теперь украинские войска могут идти дальше либо на рубежное либо продвигаться в этом направлении в общем здесь как раз есть несколько вероятных дальнейших развитий вот нужно сказать что тем временем в освобожденном изюме других населенных пунктах украинские военные находят все новые трофеи это и техника и боеприпасы самые разные начиная от танковых снарядов и заканчивая вот такими ракетами для рссо град но про захват техники я расскажу подробнее в следующем блоке а пока давайте вернемся к фронту и тут важно поговорить также о херсонском направлении на этой неделе основные события крутились вокруг киселевки это небольшой поселок который занимает важное стратегическое положение на пути к херсону вот он находится как раз здесь и можно говорить что вот она линия фронта можно говорить вот это вот чернобаевка вот это сам херсон что на самом-то деле это последний населенный пункт который находится перед чернобаевкой и херсоном соответственно чернобаевка уже часть херсона поэтому до херсона тут осталось совсем недалеко понтонный мост тоже продолжает возводить как-то же надо доставлять боеприпасы но далеко не каждый там доплывает до середины днепра речь о ремонте самого антоновского моста уже совсем не идет на восточном фронте российской части во главе с вагнеровцами пытались продвинуться еще ближе к бахмуту в том числе со стороны кадемы но украинцы там держится пусть и отступает но со скоростью пары километров в неделю продолжаются изматывающие бои однако в ссу делают главное они прочно удерживают фронт от северска до угледары и тем самым позволяет своим товарищам активнее действовать на других направлениях и уже в ответ на украинские атаки российские войска устроили нет ни удара по военным объектам массированный обстрел гражданской инфраструктуры украины крылатыми ракетами сначала электростанции сильнее всего пострадал отец в харькове город остался без света и воды электричество на какое-то время лишились города непропетровской донецкой запорожской и сумской областей но все было достаточно быстро восстановлено и никаких существенных результатов это не принесло и вот тогда путин решил буквально затопить целый город кривой рог родной город зеленского стоит рядом с карачуновским водохранилищем на реке ингулец крылатые ракеты попали по дамбе вода начала прорываться и затапливать жилые кварталы но и здесь план путина провалился людей эвакуировали дамбу починили а дальнейшие атаки никак не изменили ситуацию при этом российская сторона впервые признала что сознательно атаковала гражданские объекты это и сам путин сделал на форуме в самарканде совсем недавно вооруженные силы россии нанесли там пару ударов чувствительных но это как будем считать что это предупреждающий удар думаю что потом команда международных расследователей которые расследуют все эти преступления пусть где-то внутри благодарна даже за такие чистосердечные признания это просто упрощает работу а вот пропаганда вообще замешкалась то кричали давай давай обстреливай еще и говорили как полезно оставить украину без света то рассказывали как украинцы обстреливают сами себя тем временем при фронтовые российские регионы вовсю готовятся к войне в буквальном смысле освободив харьковскую область украинские войска вышли на границу и заняли свои пограничные посты наступать вглубь российской территории всу не собирается я говорю со своими украинскими друзьями спрашиваю их ну что теперь до москвы пойдете они на меня смотрят как на сумасшедшего ну и справедливо конечно украине нужен мир они война однако в белгородской области уже копают окопы и даже привлекают волонтеров чтобы пилить и таскать бревна строить деревянные блиндажи там же в белгородской области был обстрелян город валуки пострадали жилые дома рядом с городом находится огромная военная база именно тут проходит железная дорога связывающая российскую территорию и купинск по этой дороге снабжалась изюмская группировка украинская сторона никак не комментировала обстрел города и я не удивлюсь если на самом деле все это провокация которая устроила путинская артиллерия для чего чтобы обосновать свои преступления в украине конечно на защиту российской границы перебросят срочников мотострелкового полка таманской дивизии солдатам так и объявили что их отправят в валуки но и даже путин заявлял что срочники не воюют не так ли как же так случилось а все просто будут прикрываться тем что военных действий нет и формально солдаты останутся в россии хотя судя по видео из волок там легко можно погибнуть тоже ну и заодно втихаря солдат уговаривают подписать контракт по закону это может делать срочник отслужившие всего три месяца и вот вам готовы настоящие типа профессионала но пополнять армию кем-то надо и прямо срочно потери растут многие пытаются уволиться и уехать из войны вот свежий пример украинцы нашли в изюме массу рапортов на увольнение 10 из них датировано 30 августа похоже что солдаты собирались уволиться все вместе большой группы не похоже что они сумели это сделать но очевидно что количество отказников растет потому что даже самые отбитые уже начинают понимать что такое война настоящая и насколько высока вероятность погибнуть об этом думают даже маньяки которым плевать на чужие жизни просто даже у самых отбитых есть животный инстинкт сохранить свою жалкую жизнь особенно бояться за свою жизнь коллаборанты на этой неделе произошли сразу несколько покушений погибли четверо чиновников херсоне было атаковано здание местного апелляционного суда где оккупационные власти устроили свою штаб-квартиру сообщают что ракета попала в кабинет прям стримаусова но сам он в тот момент к сожалению находился в другом месте в луганске бабахнули офис так называемого генпрокурора террористической лнр сергея горенко вместе с ним погибло его заместитель а в бердянске убили замглавы по жкх олега бойко его жену людмилу их застрелили из пистолета где-то за гаражами людмила бойко возглавляла комиссию по проведению псевдо референдума вот мы хорошо знаем что работать против путина опасно но работать на путина еще опаснее это прям смертельно особенно на оккупированных территориях очень быстро смертельно а теперь давайте подробнее поговорим о военных потерях в течение недели журналистам удалось собрать информацию еще о 257 погибших российских военных теперь их 6476 значительная часть погибла в результате украинского контрнаступления известно о трех погибших подполковниках из них двое командовали батальонами кроме того под изюмом погибло два подполковника в отставке обоим было больше 45 лет они воевали добровольно только с 5 по 12 сентября в украине погибло 27 офицеров среди них два военных пилота и по меньшей мере 10 сотрудников росгвардии неудивительно первый удар контрнаступления пришелся на расположение омона и собра очевидно воевать против армии это не митинги разгонять и в пятером избивать одного безоружного знаний и навыков не хватает вот их и разгромили а дальше спасти ситуации не смогли не десантники не спецназ не морская пехота среди них также выявлено большое количество погибших информация о всех жертвах этой украинской операции еще продолжает только поступать кстати издание верстка выяснила что на похороны одного российского солдата государство тратит до 150 тысяч рублей из них до 80 тысяч уходит на поминальные обеды на 70 100 человек меню есть даже украинский борщ со сметаной такие данные были обнаружены в госзакупках приморском крае крайне говоря сумма не маленькая ну можно нормально посидеть вот как на фото не ту фоточку поставили эти то готовы отправить еще больше людей на фронт а люди там родственники страдают родственники ставших новых преступников конечно же на фоне высоких потерь в изюме снова заговорили о мобилизации командующий всевеликого тикток войска кавказского придумал самомобилизацию как самоизоляция была во время ковида но он говорит что каждый регион должен выстоять по тысячи солдат и главы нескольких регионов уже его поддержали кто-то отчитался об отправке добровольцев например из воронежской области на войну отправили 950 человек активно собирает людей в крыму видимо скоро и до принудительной мобилизации делать дойдет как было в луганске на оккупированных территориях и сам кадыров заявил о возвращении чеченских подразделений росгвардии видимо доходы в тиктоке упали надо срочно снимать новые ролики что же они будут делать еще людей путинской армии отчаянно не хватает солдат ищут повсюду вот ростовская мэрия рассылает письма по частным фирмам даже и просит организовать собрание сотрудников чтобы какие-то гаврики из минобороны туда пришли и агитировали за контрактную службу и конечно один из важных источников новобранцев это колония мы много раз слышали о том как пригожин лично туда приезжает и вербует людей в чвк вот он на видео которое уже наверняка все посмотрели никто не дает заднюю никто не отступает никто не сдается в плен когда вы будете обучаться при сдаче в плен вам расскажут две гранаты которые вы должны иметь с собой люди разумеется начали возмущаться и пригожин им ответил фразой либо чвк и зеки либо ваши детки решайте сами вы знаете что мне эта фраза напоминает цитату из карсена ты перестала пить коньяк по утрам отвечает да или нет зеки или дети это ложный выбор он вообще не должен стоять никто не должен ехать на эту войну не заключенные не срочники и пригожину удается вербовать зеков не потому что он такой крутой и харизматичный это не так а потому что условия в российских колониях настолько невыносимые что люди даже умереть готовы совершать новые зверские преступления чтобы только вырваться оттуда заключенные тоже не бесконечные солдат надо еще откуда-то брать вот госдума хочет принять закон по которому многодетные отцы смогут записываться в резервисты депутаты уверены что многие сейчас этого хотят но не могут вот бы ввести какой-то закон чтобы таких депутатов на фронт отправить было бы лучше российская армия потеряла не только людские потери во время отступления из изюма им пришлось оставить огромное количество техники можно с уверенностью говорить об уничтожении первой гвардейской танковой армии всего за двести пять дней войны россия потеряла 1128 танков и 2044 бронированных машин среди которых бмп бмд бтр мтлб и другие уничтожены или захвачены 293 артиллерийских орудий и саушек 109 реактивных систем залпового огня сбиты 56 самолетов и 48 вертолетов плюс 90 танков за неделю и почти 200 бронированных машин это действительно похоже на разгром целой армии причем не какой-то там а элитный танковый таманская и кантемировская дивизии они должны были защищать москву от нападения нато а в итоге не смогли даже удержать изюм и купинск но здесь нужно все же оговориться первая танковая армия феврале наступала на сумы и понесла там большие потери это мартовские кадры после отвода российских войск от киева чернигова и сум армию перевели под изюм практически сразу без необходимого пополнения солдат и техники потом им поручили вести прорыв на юг от изюма для окружения украинских солдат в районе севера донецка но части были настолько слабыми что смогли продвинуться лишь на 20 километров и стали на три месяца дальше вы знаете украинское контур наступление и разгром десятки целых танков нашли в изюме армия бежала без оглядки поэтому элитарность этой армии было только на бумаге зато теперь все видят огромное количество трофейной техники пополнивший украинские потери некоторые даже шутят что контрнаступление под изюмом было проведено связи с отказом европы поставлять украине танки украинцам нужно много чего пополнять к 17 сентября у них уничтожено 263 танкой и 469 бронированных машин потеряно 105 артиллерийских установок и 22 системы залпового огня подтверждены потери 46 самолетов и 14 вертолетов специалисты нашли по фото и видео лишь 8 уничтоженных танков за неделю это совсем немного на фронте и на фоне российских потерь судя по имеющимся видео у российской армии было захвачено намного больше техники и боеприпасов не вся она в хорошем состоянии все таки в изюме была ремонтная база но это уже задача украинских специалистов вернуть эту технику в строй несмотря на большое количество трофеев сша передадут еще помощь на сумму 600 миллионов долларов в основном там будут боеприпасы а еще стрелковое оружие и зимнее снаряжение всего сша уже оказали помощь более чем на 15 миллиардов долларов но все равно украине нужно она прям нужно еще больше пополнения общие потери единиц техники 6097 против 1591 соотношение потерь уже три целых восемь десятых к одному и помним что мы говорим лишь о минимальных стопроцентно подтвержденных потерях но конечно самое ценное это человеческие жизни под изюмом нашли кладбище на более чем 400 могил там находит и мирных граждан и военных многие тела содержат следы пыток в это страшно поверить после бучи было понятно что похожая ситуация будет во многих местах но в такой масштаб убийств ну до сих пор невозможно это как-то принять но это реальность это существует сейчас на месте работают украинские следственные группы они надеются закончить работу в течение недели докладе оон пока сообщается о 5827 погибших и 8421 раненым гражданском очевидно эти данные не включают себя найденные тела в изюме окрестностях от самого изюма тоже мало чего осталось его бомбили и обстреливали весь февраль и март поэтому от города вообще остались какие-то руины более 80 процентов домов не подлежат восстановлению будут снесены сейчас же спасатели разбирают завалы домов разрушенных еще в марте никто не знает сколько еще будет обнаружено там погибших на этой неделе едва не начались войны еще в двух регионах азербайджан вновь атаковал позиции армении азербайджан утверждал что армяне пытались заминировать азербайджанские дороги снабжения армяне обвинили азербайджан начале полномасштабной агрессии и действительно их военные нанесли удары сразу по нескольким населенным пунктам именно в армении они в нагорном карабахе в том числе использовали рссо и байрактары глава армении пашинян созвонился с кремлем и попросил помощи а дкб но безуспешно и пускай российских военных гюмри вроде как подняли по тревоге никакой реальной помощи армянам они не оказали конфликт удалось приглушить и договориться о прекращении огня однако в ходе перестрелок погибли люди больше 150 человек с обеих сторон из которых больше ста армяне аналитики считают что азербайджан хочет создать так называемый зангезурский коридор меняхичевань то есть речь уже не только о статусе нагорного карабаха но и захватить территорию армении чтобы соединить азербайджан с его анклавом и создать сухопутный коридор в турцию в армении же в ответ на слабые действия правительства начались протесты люди снова требуют отставки пашиняна а тем временем в ереван планирует прилететь нэнси пелоси снова весь мир будет следить за ее самолетом а если серьезно то обратите внимание как путин сам отдает свое влияние то о чем он мечтает вот есть армения который прямо сейчас максимально нужна российская помощь но и не дают армяне пойдут договариваться с американцами те что-то придумают через турцию там организуют ведь турция влияет на азербайджан а потом путин будет бегать и рассказывать как злое нато наступает на россию и россия вообще оказывается в кольце врагов хотя сам же киданул армению второй конфликт разгорелся на границе таджикистана и кыргызстана как заявляет киргизия обострение вызвали таджикские пограничники которые заняли боевые позиции на границе 14 сентября затем отказались покидать их к 16 сентября все это вылилось в перестрелки госкомитет нацбезопасности кыргызстана заявил что на границе шли бои от таджикистан применять тяжелую бронетехнику рссо грады по неподтвержденным данным сейчас речь идет о двух погибших и 55 пострадавших на стороне кыргызстана и одном погибшим трех раненых у таджикистана интерфакс заявляет что всего погибли 17 человек из них 11 это пограничники кыргызстана уже несколько раз проходили переговоры о прекращении огня но перестрелки продолжаются в том числе из минометов приграничные конфликты между таджиками и кыргызами происходит регулярно последний был в двадцать первом году из-за источника воды погибли десятки людей местность горная границы не точные к тому же у таджикистана есть свой диктатор рахмон который видимо тоже хочет маленькую победоносную войну но конечно все это не случайно происходит прямо сейчас путин критически ослабил позиции россии и война назревает ровно в тех районах где россия когда-то ну как-то сдерживала конфликты агрессоры видят что кремль увяз в украине и пользуются ситуации результат новые риски и потеря российского собственного авторитета восстановить который будет уже невозможно вот такое достижение великого геополитика путина и вот еще про геополитику путин на этой неделе побывал самарканде на саммите шосс то есть шанхайская организация сотрудничества он там пообщался с синьцзиньпином и судя по всему итоги этого общения путина не очень удовлетворили если в начале февраля россия китай опубликовали заявление о дружбе у которой нет границ то теперь официальное сообщение довольно прохладные а в китайском например украина вообще не упоминается судя по всему китай рассудил что ему не выгодно наращивать поддержку россии хотя он и раньше публично не принимал никакую сторону из забавного эрдоган опять заставил путина ждать вот так он неловко переминался почти минуту пока турецкий президент не пришел еще этот форм показал что у путина раздвоение личности что ли на пресс-конференции с российскими журналистами он был очень грозный и обещал серьезные удары по украине а на встречу с премьером индии за несколько часов до этого совсем по-другому говорил я знаю вашу позицию по конфликту в украине ваша озабоченности которые вы постоянно сказываете мы сделаем все для того чтобы это все прекратилось как можно вы это слышали он даже сказал в украине страшно представить чего ему это стоило на самом деле конечно это никакой не раздвоение личности просто если на внутреннюю аудиторию он еще как-то может кое-как продавать эту войну то на международном уровне все понимают что путин стал токсичным парнем даже в этом восточном мире но при этом не похоже пока чтобы путин готов был отказаться от войны канцлер германии шольц поговорил с ним по телефону и пришел к выводу что путин до сих пор не считает войну ошибкой хотя у него были возможности и закончить более-менее на своих каких-то условиях вот рейтерс пишет что зам главы а пешечки еще в начале войны согласовал с киевом предварительный договор по которому украина не будет вступать в нато но путин отверг эту сделку потому что ему мало было ему хотелось украинских территорий и теперь мы видим что все шаги путина в конечном счете оборачиваются против него вот актива роснефти в германии перешли под контроль немецкого правительства их еще весной хотели национализировать но тогда боялись что путин отключат газ а он и так его отключил и уже ничего не мешало изъять активы рост нефти это назвала нарушением принципов цивилизации но вы все сами знаете кто на самом деле нарушает принципы цивилизации каждый день и сразу несколько хороших новостей из америки про санкции комитет палаты представителей по иностранным делам одобрил список из двухсот путинских пособников которые мы составили в этот топ 200 вошли главные мерзавцы из нашего списка 6000 которые в сша еще не попали под санкции теперь сенат должен его рассмотреть и надеемся что примет а еще сша ввели санкции против кадырова и членов его семейства большого султаната за то что он отправляет чеченцев в украину кадыров американских списках уже фигурировал но теперь он там с тремя своими женами при этом российских сми их называют просто родственницами потому что многоженство то запрещено официально статья есть за это ну и конечно санкции не только кадырова коснулись они еще введены против кремлевских финансистов и например против уполномоченной по правам ребенка которая помогала депортировать в россию украинских детей российским властям все сложнее симулировать нормальную жизнь на фоне войны вот в белгородской области школьников из двух приграничных районов перевели на удаленку ростов воронеж и советск решили не праздновать день города из-за напряженной ситуации в зоне боевых действий в туле в краснодарском крае в новосибирске и в брянской области отказались от салютов слушайте а что случилось то разве что то не так вот посмотрите на москву там отлично отметили салютом освобождение изюма хотя формально отмечали день города и путин ничем не обеспокоен пока его армия бежала роняя берца он москве открывал колесо обозрения конечно уникальный 140 метров высотой в европе такого нет колесо правда на следующий день сломалась а хакеры слили в интернет личные данные тех кто успел его посетить и повесили на сайте колеса вот такое сообщение о том что командование российской армии бросила своих солдат и что генералов надо послать в окопы правда про кремлевские хакерские группы хакнет и килнет уже сказали что это не они но риторика в целом очень узнаваемо уже не только противники войны недовольна российской власти те кто поверил борьбу с нацистами и прочий бред смотрит как путин веселиться на колеса обозрения и понимает что ему на собственных солдат точно также наплевать как на всех остальных и даже в госдуме уже начинается ну мелкий но хоть какой-то разбор вот зюганов на днях заявил что сейчас идет уже не спецоперация а полноценная война это он смело конечно в россии сейчас за такое и посадить могут но он дальше пошел и сказал что нужна полная мобилизация страны потом сдал назад конечно пресс-сек кпрф объяснил что зюганов только экономическую мобилизацию имел ввиду а тех кто распространяет такие новости нужно казнить и еще одна идея из госдумы депутаты предложили считать экстремистскими материалами карты которые оспаривают территориальную принадлежность регионов ну то есть те на которых крым отмечен как украинский смешно что одна такая висит прямо здание госдумы на это обратил внимание депутат матвеев вообще в крыму на фоне контрнаступления явно заволновались там на этой неделе наказали участников свадьбы на которой играла песня червона калина суд решил что это боевая песня украинских националистов а потом уволили и арестовали учителей техникума который студентам показывал клип на песню барактар вообще если какие-то ролики и могут быть оружием то это выступление российских пропагандистов если мы дадим заднюю заднюю никто не даст больше кроме нас если мы не дадим заднюю они могут дать заднюю а вот если мы ее дадим они ее не дадут слушайте ребята я черни разобрал можете боброедку еще разочек поставить если мы дадим заднюю заднюю никто не даст больше кроме нас если мы не дадим заднюю они могут дать заднюю а вот если мы ее дадим они ее не дадут да выключите давайте больше не будем это слушать никогда это же реально психотропное оружие мозг взорвется если попытаешься понять что она имела ввиду а вот еще одно видео с быдлом типа симонян вернувшийся с войны наемник вагнера наехал на полицейского и в итоге мусора пятером его избили и задержали важно понимать что вот такого будет все больше все это быдло будет возвращаться с войны и устраивать беспредел они привыкли к безнаказанности привыкли насиловать привыкли убивать и не почувствует границ между войной и мирной жизнью возвращаясь к учителям очень много разговоров на этой неделе было про якобы задержанных российских учителей в харьковской области вице-премьер украины сказала что их будут судить по уголовной статье российский министр просвещения заявил что никаких учителей там не было и в то же самое время бастрыкин возбудил уголовное дело по факту их задержания может у него уже просто рефлекс какой-то разбуди бастрыкина ночью и он потребует возбудить уголовное дело но потом и украинская генпрокуратура официально заявила что не задерживала никаких российских учителей до конца ситуация так и не прояснилось может быть речь шла о коллаборантах которые согласились учить детей по российским методичкам много было дискуссий о том можно ли учителей переравнивать к преступникам но я вам хочу показать вот такое короткое видео из башкортостана вот учителя которые детей заставляют читать вот такие стихотворения со словами про ублюдков это реально самые настоящие преступники даже если они это делают не на оккупированных территориях а в собственной стране давайте расскажу кое-что про экономику блумберг получил доступ к внутреннему документу минфина и в нем говорится про реальный ущерб экономике из-за санкций банковские финансовый сектор уже потеряли сотни миллиардов долларов это только прямые убытки а международное энергетическое агентство подсчитало что российские доходы с экспорта нефти упали до самого низкого уровня с начала марта в августе россия заработала на продаже нефти 17 и 7 десятых миллиарда долларов при этом поставки даже выросли за счет индии китая турции но они готовы покупать российскую нефть только со скидочкой так что путин все равно в проигрыше вчера была пятница а значит минюст обновил список ино агентов в него внезапно залетел максим галкин формулировка стандартная что занимался политической деятельностью на деньги украины они всем сейчас такое приписывают галкин на своих концертах и в соцсетях высказался против войны и видимо теперь этого достаточно чтобы считаться политиком так что мы радостно принимаем галкина свои ряды странно что оксимирона не внесли в список иноагентов не успели наверное он как раз вчера выпустил антивоенный клип снятый в питере кстати но донос успели подать причем уже через два часа после выхода за то что там упоминается белый синий белый флаг и про навального если раньше он был тем кого нельзя называть то теперь на него запрещено смотреть на нашем канале вышел репортаж о родственницах зэков из его колонии которые отправили на войну и они рассказывали про содержание навального и в том числе про это кто мимо него проходит смотреть на него другим осужденном нельзя должны отвернуться если все ведут если его ведут то там какие-то звонки специально зоне дают три что ли звонка это значит что все утошли от окна никто а теперь ему еще и стекло через которое он общается с адвокатами заклеили непрозрачной пленкой то есть никакие документы ему теперь напрямую передать нельзя и даже показывать нельзя алексей написал что общение с адвокатами теперь как общение с католическим священником на исповеди вот так вот сидит и что-то говорит в бок куда-то на этой неделе мы вполне ожидаемо увидели тактическую паузу украинских войск им нужно было время чтобы перестроиться после удачного наступления но уже сейчас они перешли к новым атакам и путинские войска на восточном берегу оскола и в оккупированной луганской области не могут чувствовать себя в безопасности в сау больше нет эффекта неожиданности но это вовсе не значит что они не смогут разбить российскую армию потому что фундаментальные проблемы никуда не делись плохое командование неумение выстраивать гибкую мобильную оборону недостаток современного вооружения и провальная логистика все это резко снижает боеспособность путинских частей пополнения все еще нет после отступления из изюма именно об этом заговорили в первую очередь в том числе кадыров фронт огромный оборонять его неким поэтому сложно говорить о том что сейчас российские генералы перебросят на северный фронт резервы и отобьют удары в сау скорее всего некого перебрасывать ближайшая цель украины это конечно лиман и дальше сватова а при удачном ходе наступления они могут замахнуться и на рубежное с лисичанском и северодонецком а если на севере не получится можно прорываться к херсону сразу два участка прикрыть точно не получится скорее всего пока инициатива на стороне в сау и мы можем ожидать от них новых побед и новых освобожденных городов продолжается мировая изоляция россии и снижение ее влияния во многом поэтому мы видим конфликты в российской сфере влияния в карабахе и на границе между киргизии и таджикистаном рахмон и алиев видят что путин слабый что армия россии слабы и пользуются этим вот такой итог 20 лет геополитики то же самое и на саммите в самарканде путин там выглядит максимально жалко а заправляют всем китайский лидер си и турецкий эрдоган а про зависимость российской экономики от турции китая я уже много раз говорил вот и сейчас все достижения путина на форуме это скидка на нефть и газ для турции выхода нет надо же хоть куда-то продавать запад продолжает вводить санкции присылать оружие украины теперь после пост полного наступления и успешного наступления мир вновь поверил в возможность военной победы киева кажется об этом думают даже сторонники войны и путина в россии людей потихоньку доходит весь масштаб трагедии и проблем потому что благодаря интернету пропаганда не может полностью заменить правду вот такой была эта неделя трагичные в каких-то местах смешной в других вне всякого сомнения мы живем в историческое время во времена когда появляются трусы проявляется герою подлецы и рыцари потом склонившись над книжками историки будут нас оценивать будут завидовать тому что мы жили в это время давайте запоминать его и эту неделю тоже поставьте лайк напишите комментарии что вы думаете про все это мы читаем абсолютно все с вами был иван жданов ян матвеев владлин лось и команда за кадром вообще все красиво делают увидимся